здравствуйте дорогие мои друзья сегодня у нас видео посвященное ответом на вопросы ну недавнего стрима который у нас назывался обряды и заклинания по моему заклинание и обряды в чем сила ну как обычно знаете вопросы немножко не соответствует не соответствует заявленной теме поэтому уж не в защите попробую я все-таки за один присест ответить на все вопросы но не знаю выйдет или нет про поэтому буду быстро отвечать постараюсь во всяком случае ну что вот 194 комментарии у нас и надо уложиться а то в несколько раз вот дождик пошел сегодня гроза даже громыхала такая майская гроза хорошие знаки хорошие знаки сегодня я и сейчас недавно в лес ходил хорошо чувствуется свежесть и обновление и так дорогие мои друзья чё тянуть начнем ответы на вопросы так но тут много всяких пожеланий так что не 194 вопроса уже так разные миры вот бесконечная вселенная просто обычно вопросы пишет а тут в прошлый раз было очень много вопросов от этого этого подписчика побольше от вас таких душевных наставлений кому дано тот постигнет ваши слова ну хорошие спасибо за хорошее слово поэтому вот тут благодарят за бубен шамана всем всем понравилось поскольку там была энергетика понимаете музыка музыкой а души наши у каждого из нас чувствительная душа чувствует энергетику в эту энергетику вложился шаман и вот все внешние проявления все что говорят вот все может вот этим ощущением того что вы чувствуете энергию этого человека вот кто чувствует тот просто просто чувствуете понимаете это а все там какой там что он говорит может быть что-то он бывает резко говорит ну все-таки это дух в человеческом теле поэтому не думайте что надо быть идеальным никто из нас не идеально не так вот лариса мельникова посмотрела как всегда с удовольствием нравится быть с кем-то на одной волне скажите а вы думаете почему у вас в основном женская аудитория такой вопрос это потому что женщины более чувствительны я-то ответ знаю просто интересно ваше мнение вещайте дальше с нетерпением успехов и благ ну женщины все таки знаете женская энергетика левосторонняя она как бы ну так энергия хаоса более чувствительны это понятно но это не значит что мужчины не смотрят просто мужчины более сдержанные женщины чаще пишут комментарии поскольку вот что ты всколыхнула они пишут там вопросы возмущения или ответы мужчины как-то внутри себя они ну реже более так крепость держится что-то посмотрят ну и хорошо это остается у них ну кто-то дает комментарий кто-то не дает поэтому женщины обычно более так сказать кому не коммуникабельны им надо вот это вот обратная связь ответ вопрос поэтому ничего в этом такого нету ну плюс знаете все таки разноплановость энергии важно в чем-то потому что ну так как я тоже говорю с энергетикой пытаюсь вам не только словами но и посылом донести до вас какие-то мысли поэтому энергетика то у меня все-таки мужская естественно женщины легче они как-то впитывают воспринимают это то есть вот на разнополярности поэтому мужчины тянутся к женщинам за за их энергетикой женщины тянутся к мужчиной мужчинам за их сами понимаете часто бывает вот ну в женском коллективе больше конфликтов и вот из-за вот этой однополярности мужских тоже тоже как-то если без женщин как суховато то есть это естественные процессы поэтому что тут подписчиков в принципе где-то у меня там статистика указывается там женщин не намного больше в процентном отношении поэтому не клевещите на мужчин все все равномерно так так вот огромная благодарность но это хорошо видите все наколдуйте против собянина ну против собянина я сегодня уже выложил ролик считайте что в нем тоже вложено не просто болтовня а такая часть магическая поэтому может быть этого нашего семёноча поносится-то прохватит ну об этом-то он нам не расскажет поле не могу с это с толчка слезть все референты бегут сюда он там боится кашлянуть но это я шучу конечно конечно не не преувеличивайте мои возможности и так вот сергей николаев вопрос обряды ритуала ритуалы это как в таинзицуан видны только внешние красивые движения по моему так а по вашему ну я же уже все сказал что обряды и ритуалы хорошая важная вещь и нужно их изучать но когда вы уже овладели ими поняли то вы всегда понимаете когда вы дошли до сути что в принципе их можно отбросить и действовать только чисто энергии своей души без вот этих внешних проявлений да вот какие-то таинзицуань да это там тоже какие-то движения чувствование энергии ну в принципе можно можно и делать а можно сидеть внутри себя энергию гонять методики разные как так сергей николаев собираете энергию для эффективного заклинания а это насчет того что я с вами говорил ну тут несколько в шутку о том что энергию вот этих троллей я как бы собираю специально их прикормлю хотя они хитрые гады они же ну бегают они идут там ляпнут пару них не так много не так много к сожалению они бахнут что-нибудь ну вот и радуются думаю топ моего там с разных сторон пытаются задеть там ты пьяница ты шизофреник ты там безбожник ты бесноватый ты там это того и гляди сейчас помрешь там тебя кондратья хватит но разные методики они ну расшатывают это кстати очень однотипно поэтому немножко немножко весело и грустно с одной стороны думаешь ну ребят вы хоть как-то поэтому по изощрённей потому что хочется иметь хорошего противника такого хитрого мощного вот это мне приятно а когда вот такие тюти пути какие-то там ну дядя миша хоть так ладно еще там умничать там колокольный звон моему там бубен шамана он он посмотрел но колокольный звон лучше ну кто спорит колокольный звон тоже хорошо но тоже зависит от того кто звонит и как звонит и с каким отношением не просто дендерин де день многое зависит от звонаря поэтому надо чувствовать а просто так это типа баба яга против там мы ему скажем там одно он нам другое ну ладно чё хочется так ну давай балаболь блин какой-то тут этот как его тут тоже появился недавно ашан ашан непонятно то ли мальчик то ли девочка тоже там что-то все время там трусишка балабол пьяница там так так поливает может хлещет меня по щекам на мульдос хорошо говорю попался попался дружочек море ты удаляешь мои комментарии ну так чтобы я заволновался ну я же не удаляю начал бы оправдываться там а чего не удаляю нет удаляешь нет удаляю какие-то с матом там знаете бывает наверное youtube часть часть не пропускает я вообще в это ну просто не парюсь не лезу и ничего не удаляю а наоборот наслаждаюсь вот этими всполохи потому что с энергии человек раздражается думает как чё чё а думаешь ну что ты кто там аша кто ты мальчик или девочка интересно или как говорится гемофрадит то есть аша наш гемофрадит сам как говорится себя имеет и сам родит ну такая школьная вспомнить присказка несколько непристойная поэтому хорошо тролли тоже хорошо и вот сергей николаев что он собираю в принципе сергей николаев чувствуется вы человек хитрый и действительно бывает энергии энергии деструктива нужно и поэтому с кого его взять с хороших людей ну не по понятиям и не по карме а именно на контратаке так как эти люди нападают то есть я имею полное право взять этих все что хочу вот ну так по законам получается то есть я и карму свою не порчу и у меня остается вот это вот энергия деструктива которую в принципе очень хорошо можно использовать ну для лично для таких вот я немножко накопил вот пошел этих как его погонял охотников то есть и и животным польза и тролям тоже как говорится ну стало у них меньше удачи и здоровья ну что же делать то пусть тренируются тоже такой фактор что такое мы какие-то вяленькие стали жалко троллей но но надо надо как говорится как и в каком-то фильме надо вася надо так про малыш его да хорошо а где же вопросы тут мы с вами так вот диана диана робин спрашивает уважаемые месте как часто можно слушать бубен шамана можно ли дважды в день или это ритм для особых дней то есть часто не следует спасибо ну знаете это индивидуально я сказал что для тех кто ну как бы на одной волне с шаманом чувствует какую-то близость с ним то можете слушать вот как вам чувствуется хорошо бы хоть вот поэтому слушайте все время потом как бы наедитесь этого но не слушайте то есть потом опять захотите послушайте то есть это вот как подпитка индивидуально то есть не думать что вы там переборщите ну чувствуете что все уже под надоел как бывает музыка ну все значит пока подождите просто если вы негативно к шаману относитесь но слушать этого не стоит потому что это может как бы дисбаланс возникнуть а это может быть какие-то последствия даже если ну знаете тоже не всем нравится там разные люди ну кто-то может быть хорошие люди испытывают тоже какую-то недоверие к шаману тогда просто зачем он не смотрите не слушайте скажите на все это ерунда вот и все то есть надо свою душу слушать они нет ни какие-то там так вот нет плохой или хорошие нации есть плохие хорошие люди это же очевидно вот любовь я тоже так считаю вполне согласен с любовью и говорил об этом всегда не надо ставить клеймо как бы вам не хотелось бывает вот раздражение в душе потому что вы встречали может представители каких какой-то национальности негативных бывает такое что они все время попадаются вам какие-то вот из этой национальности такие свинтусы ну это не знаю что все такие но вот так вот такая у вас карма бывает как вы знаете вот бывает хорошая женщина а мужья и попадаются пьянтосы и драчуны ну вот откуда вот карма такая у нее вот вроде хорошая женщина один вроде был хороший стал опять развелась там еще один еще один еще пока на всю эту карму не пройдет какие-то уроки свои вот так они будут сыпаться на нее но так вот и с людьми бывает попадаются вот какие-то мерзавцы и прям череду идут обманщики какие-то там ну кармическая такая вещь поэтому так кристина маркарян вопрос здравствуйте делаю медитацию по вашему видео сила рода энергодыхание и т.д. не могу понять как отличить фантазии это моя или я реально что-то вижу как это понять как разобраться медитации стала делать совсем недавно ну да сначала вот эти ощущения если вы еще не ощутили они так как бы фантомные и ваше сознание начинает думать о правда это или неправда его вроде чувствуете какое-то движение какие-то картины вам начинают приходить какие-то образы какие-то вот ощущения странного движения энергии все это ну так не очень твердый вы ваше сознание начинает работать а я наверно фантазирую ну в дело в том что первично все-таки душа душа переходит из из тела в тело перри перевоплощается осознание наше это инструмент для души она остается здесь она умирает то есть вот этого сознания вашего не будет это не так страшно и часто сознание берет вверх над душой ну потому что образование у нас такое а на самом деле некоторые вот какие-то учения рекомендуют выбросите свой ум свое сознание это тоже ошибка потому что это ваши все равно что скажут отрежьте себе руку и выбросите она вам не нужна нет сознание это великолепный инструмент познания аналитики разбирательств но вот в этих энергетических моментах хороший дождь пошел нужно именно чтобы душа ваша руководила то есть ее надо пробудить и чтобы она тогда она грамотно распоряжается сознанием и в нужный момент она что-то чувствует она чувствует энергию осознание уже потом будет анализировать уже раскладывать по полочкам но сознание должно подчиняться душе у вас этот процесс видите только начался и вы как бы душа ваша что-то говорит сознание начинает оценивать начинает этот внутренний критик правда неправда правда неправда ну вот хорошо то есть во время медитации вы лучше чтобы мысли просто текли не обращайте на них внимание а просто чувствовать и вот гоняйте в энергию опускаетесь куда-то делайте какие-то практики просто чувствовать и потом уже вот вы проделали и тогда можете проанализировать что вы чувствовали почему от чего то есть сознание потом выступает и уже дает какой-то опыт его формирует и вы понимаете в этот раз было лучше чем в прошлом или хуже чем прошлый потом понимаете что такие картины какие-то образы пришли вам а вы вроде вашем сознании вы его не знали а получили этот образ значит это уже не просто фантазия что-то такое то есть процесс у вас идет и занимайтесь спокойно без каких-то напряжений потому что медитация это расслабление это вот концентрации в расслаблении чем вы более расслаблены сознанием и телом тем лучше чувствуете энергию тем более серьезные мистические опыты откровения вам приходит так яна сазонова опа не вопрос она все время вопроса задают видя видимо кончились вопросы у я на сазоновой зашла на прямой эфир с вороном простой парень но что-то в нем есть какая-то скрытая сила что-то давно утратили нынешние мужики ну да на ворона знаете все время нападают что он такой там корыстный матершинник и еще что то такое ну не святой не святой ну знаете рядом с христом тоже как говорится разбойники висели и даже один уверовал и оказался с ним в царстве божьем сразу то есть и многие мудрецы когда как-то в молодости вели достаточно негативный образ жизни потом как бы столкнулись сознанием и полностью вот перед переобразовали своими разум мировоззрение поведения то есть не нас на человека ставить клеймо хотя там будут говорить он такой там он он это сидел вот он его там спецслужбы он работает на спецслужбы даже если вот что-то такое там какая-то связь есть но он работает в первую очередь на шамана а знаете всегда в этой борьбе политической надо надо быть хитрым и сильным а не надо быть вот ах я вот вышел и стреляйте меня хороший подход кто-то делает так ворон шаману необходим поэтому видите яна сазонова понимает что человек вот что-то в нем есть энергетика и поэтому даже негативные люди вот тянутся пытаются его там обмазать грязью а он держится то есть это тоже мужество вот так вот стоять и принимать вот какие-то упреки и и держать удар в этом есть сила так елена матвеева ну да да вот это вот они просто просто заявление так яна сазонова теперь вопрос задает я сейчас на даче интернет не очень поэтому это почему-то здесь тишине пришла мысль о том что мы в преддверии грандиозного спектакля с не очень хорошим концом ну такое ощущение дорогая на есть у многих что спектакль действительно грандиозной всемирный и конец ну для кого он хороший для кого-то плохой для тех кто наверное этот для режиссера это гигантская красивейшая масштабная постановка со множеством характерных актеров с огромным количеством сюжетных линий представляете божественный спектакль это не вам не не какой-нибудь в театре там надо полтора часа это связи с такими декорациями с такими спецэффектами великолепно так что наслаждайтесь не думайте какой конец душа все равно все равно не погибает даже если как говорится хлопнут нас оттуда взглянем на завершение на финал спектакля не волнуйтесь и не бойтесь главное так александр так вы слушали поющего дальнобойщика песню дальнобойщики все страны объединяйтесь сергей николаев нет не слушал но наверное стоит послушать нам человек хороший дальнобойщики народ такой тоже своего рода караванщики и я всегда так да в чем-то такая вот эта романтика дороги есть обязательно возвратись от гейтса ну знаете к к нему я еще не ходил и поэт потому что так сказать по поход серьезный надо немножко силеных накопить так что позвольте мне чуть-чуть чуть-чуть подождать ну скажу если вернусь но если не вернусь не в защите друзья мои как говорится просто помните лучше а можете даже и забыть обо мне потому что нечего развивайтесь лучше так ирина светлая что-то на тут ваша энергия вливается в тело прошла вражь солнечным она тут вопросов нету совпадение не совпадение но разница погоды многим кажется что вот эти перемены резкие солнца дождь раз температура все время скачет уже что это в этом есть мистичные да друзья мои конечно погода видите тоже соответствует нашему вот этому вот колебанием то есть мы наши души вот колеблются эта энергия выплескивается разная такая ну вот штормит везде везде штормит и души наши и погоду и природу во всех мирах тонких шторм так потоп совпадение так собянина что-то надо дать нехорошие так пора объединиться всем белым магом и бахнуть всю нечисть от души ну друзья мои ну видите люди объединяются есть много этих объединений и и тоже как говорится я участвую в некоторых в нескольких так сказать группах этих этих замечательных людей но так как я человек публичный естественно они все вам могу говорить вот что есть что могу говорю но до существуют эти группы это люди серьезные не то что как-то вот что-то такое и поэтому а серьезная работа не терпит публичности поэтому но видите я тут как бы не вписываюсь немножко хотя какую-то рабу часть работы веду так бесконечная вселенная вопрос предыдущий вас ваш обряд проведенный находящих вышках не сработал сейчас решили побольше силы вбросить в бой не друзья мои обряд сработал это ну есть такие как бы маркеры показывающие успех но там все время приезжают люди и часто вот причинно-средственная связь с этим не наблюдается то есть ну человек ну думать но отравился чем-то вот здесь может быть водки не свежий выпил и вот меня там полоскает то есть все равно охоту не брошу то есть для этого надо но многое пройти чтобы понять вчерашний опыт конечно вы хотите услышать что там было это конечно на всю на всю историю но как бы вам расскажу когда-нибудь может это в качестве отдельной истории я бы сказал это некоторые искусство оборотня когда люди бывает видят какие-то образы которые совершенно не вкладываются в их представление об этом мире и это бывает очень шокирующе и очень травматично когда человек который думает что вот все нормально и мир твердый он видит некоторые существа которые совершенно не вписываются в его мировоззрение это всегда оказывается очень глубоко и травматично тем более если это эти существа не не очень не очень мирные а я бы сказал зловещие сами понимаете опыт чудесный но интересный об этом всегда часто потом рассказывают как раз вот охотники у костров там своих вот пьянках рассказывают потом говорит а это все рассказывай сказочки пока сами не встретятся с такими вещами так алексей линник спрашивает вопрос когда во время молитв медитации возникает чередующиеся сокращение мышц завата чтобы это значило как к этому относиться ну знаете возможны разные варианты то есть если это как-то болезненно бывает вот когда вы медитируете вас там немножко начинать покачивать бывает где-то действительно что-то какой-то блок там может быть что-то сжатие а если прям вот какие-то судороги крутит то может быть и вполне какие-то 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 повреждения может быть какие-то деструктивные программы вас которые вот этим вы удалить не можете они вот ну начинают волноваться то есть вы затрагиваете эту область и там начинается вот это вот либо даже вплоть до того что какие-то сущности естественное им неприятно когда вы медитируете молитвы читаете их тоже они там начинают штормить там как найти в этом в чреве кита завязывай завязывай молиться завязывай стучат вам и у вас живот крутит такие варианты тоже могут быть так сергей николаев вот много вопросов сергей николаев задает а в какой день недели вы посоветуюсь стричь ногти или волосы знаете в какой вам хочется есть конечно какие-то понятия уж если вы такой человек порядка я больше человек хаоса я чувствую надо вот я это делаю надо соблюдать конечно гигиену некоторые считают что мистики должны отрастить волосы там до плеч там завязывать их особым образом некоторым это помогает но я знаете не люблю вот этих традиций что надо там какие-то знаки на себя навесить что-то обязательно выглядеть как-то таинственно говори там таким таинственным голосом мистика должна быть в нашей жизни простая вещь вот как как мы едим пьем общаемся с друг другом точно также просто внести в свой в свое мировоззрение вот эту энергетику и работать с ней для своего блага для блага семьи ну и желательно там всеобщего тоже поэтому я когда хотите тогда стригите ну или по луне по лунным фазам когда это лучше когда хуже но если вы так сказать человек порядка и любите прямо вот все по полочкам разложить так ну тут все все придираются к моему взгляду именно почему-то вот глазам не говорите что ты там не бритый или не стриженый или там ты какой-то такой и такой морды корчишь нам фиги показываешь нет это от от близки пекельного плане они адских костров разница есть вот пекельного плане что такое пекельное пламя пламя вы различаете вот пекельное от просто адского так значит найм-нейм мистик дружи скажи про зиккурат терафим и всю эту черномагическую древнюю тему что мыслишь ну друзья мои про и про зиккурат как-то у меня есть беседа с этим со злым экологом мы там когда-то разговаривали про мавзолей и там всякие эти дела ну возможно отдельно надо сделать видео потому что то знаете в двух словах что ты думаешь многое думаю надо разложить а мы уже с вами полчаса успею ли я хочу попробовать это так здравствуйте по моему голос и видео идут отдельно друг другом все возможно так прошлое сегодняшний корректировать можно грядущий но тут что-то сложно так бог так татьяна ставьте всю всю музыку но ее надо ставить фоном чуть тише а то заглушает речь ну друзья мои вы все придирайтесь в начале просто так сказать пока еще люди не собрались там буквально две минуты две минуты я там бывает включу себе какую музыку так сказать чтобы получить вот настроя немножко задора конечно можно это отдельно от вас там послушать а потом ну а потом значит включаться ну вот пока люди собираются чтобы там поздороваться во время прямого эфира я вот два раза включал музыку ну так немножко так сказать взбодрить себя такие такие вибрации настроиться хорошие поэтому музыка музыкой но не придирайтесь там две минуты погода не сделают так что песенка хорошая ну кому-то может не нравится жалко порядок и хаос свет и тьма это одно и то же по-вашему ну с одной стороны конечно можно сказать что все едино вот все едино что воля что неволя что свет что тьма потому что все произошло как говорится из одного корня но это вот изначально но мы-то не не в этой точке а мы все-таки в другой поэтому для нас и порядок и хаос это все-таки разные вещи и свет и тьма это тоже разные вещи поэтому тут на этот вопрос можно ответить на какой позиции вы находитесь если вы находитесь знаете бывает вам вас больше тьмы чем цвета то вы естественно любите больше тьму если у вас больше хаоса чем порядка вы тоже любите хаос но всегда все равно надо стремиться к равновесию как говорится к общему хотя тут наш любимец наш как говорится дядя миша тут нечет написал что у тебя там ты посередине вот все время посередине все время дрянь всякая бог не любит середину а он даже грешников любит которые вот нагрешат а потом покаются и тогда он их к себе берет и они у него за столом сидят и пьют и едят а тебя даже и тролли бросили потому что ты вот такой серединщик все время там говоришь что надо баланс держать но я все равно как говорится несмотря на все эти заявления нашего дяди миши любимца нашей публики держу вот эту свою эту марку баланс хаос и порядка любое другое отклонение это всегда некоторое искажение и уродство поэтому извините друзья мои это как говорится ну мое чувство моего опыта как я понимаю как более гармонично это было бы если дядя миша думает что он знает как там сидеть за столом у бога ну это он немножко преувеличивает получите свой опыт дорогой мой получите свой опыт и тогда говорите а просто на пустых этих фантазиях в этом нету энергетики поэтому вот вы все стараетесь что-то сказать но это это пустые безжизненные формы а и должна быть в словах энергетика и а в этом знание то есть без знания не будет энергетики и чтобы вы не говорили там любые там такие книги написан толстинные они часто годятся только для топки такое графоманство я бы сказал ну учитесь тренируйтесь стиль речь я смотрю все-таки просмотр моих видео оказывает на вас благостное воздействие поэтому дальше так слушайте тролли испугались боятся что съедите хи хи это сергей николаев до проговорился я дурак я вот лопуху правда дурак я дураком держи язык за зубами как говорится и ешь эти щи с пирогами а а я проговорился теперь эти будут прятаться гады вылезайте кусать и убегать даже в этом в стримах перестали участвовать то там были какие-то бузатеры сейчас куда делись ну как но не так уж я это так сергей николаев много вопросов а скукой можно питаться как и фильмами а то мне собачки киски скучать не дают скукой то есть вроде он из скука скучает а ему собака собаки скучать не дают не ну сколько это тоже энергетика в конце концов то есть надо понимать все не надо все время думать что надо так прямо все время какой-то драйв скука это тоже такой фактор такой эта энергия вселенной особой вибрации и в принципе в них тоже надо получать опыт так так юрий говорит тут мистик приветствую расскажите пожалуйста что нужно сделать при переезде в другой дом какие чистки пространства нужно провести благодарю за советы ну если вы чувствительный человек может быть какие-то практики делали нас и бывает вот как его заходцы или с колечком ходят или с маятником можно пройти посмотреть какие зоны так сказать ну нехорошие к примеру можно просто если вы руками пройтись посмотреть где вот где есть как бы вот это вот негативная такая радиация где там холодом и чем-то неприятным веет вот в ладонью попробуйте там протестировать разные места или можно просто глазами как бы вот посидеть помедитировать можно как бы расширить свое энергетическое тело на все пространство вот этого дома там участка и посмотреть тоже а где что-то такое затемнение вот в таком плане потом если энергодыхание если вы дышите вот по просто восходящий поток нисходящий на свое тело сначала продышать почувствовать потом расширить к примеру на метр и энергетическое тело продышать потом можно когда у вас небольшая практика появится расширить на весь дом и прямо дышать восходящий поток нисходящий смывать внимание на тех местах так сказать патогенных затемненных чтобы смыть это все ну вот такие какие-то мелкие повреждения по эти воздействия снимутся потом конечно можно вот с солью поработать у меня есть это если какие-то предметы или там в углу что-то такое какие-то нехорошие места то есть методики разные там ну кто-то знаете какие-то молитвы свечки тоже можете не только там мои методики но и разные попробовать главное чтобы вы понимали что это работает не просто формально подходить вот лишь бы как со свечой пройти там ших-ших там все в порядке но это будет конечно не сто процентов а нужно так гузеля абдулина вот проказ из казани она купалась тоже в голубом озере это я вам говорил в прошлый раз там я нырял такое но озерцо небольшое но глубокая но как бы воронка идет и там внутри пещера ну такая она маленькая пещера и там как раз лежит какое-то теле колесо от телеги дальше там вся телега туда уже тяжело забраться хард такое таинственное мистическое место и оттуда вот оттуда источник бьет хороший такой минеральный воды великолепное место так ольга селезнева билл гейт сказал что вакцину введут всем до одного пока ее не будет все будут ходить в масках соблюдать дистанцию кто сопротивляться будет в концлагерь месяцев 18 сказал ждать вакцину и не скрывать что она будет щипом неужели ничего и нельзя изменить ну знаете конечно слишком такие заявления резкие так как бы тестирует нас многие даже известные люди видите там и по моему михалков хотя они смотрел просто мне говорили что михалков там какую-то передачу сделал и многие вот говорят что не собираются известные люди не хотят не никому это то есть думайте кто это то будет через ну достаточно сложно сделать и возможно прямо будут именно вот эти анти прививочные бунты вполне то есть это уже на властном уровне будет тяжело сдержать посмотрим изменим и доживет ли сам билл гейтс до вот эти 18 месяцев вопрос слишком он встал можно сказать на бруствер но я знаете вижу что за ним то еще стоят то есть он только как бы такой вот его выставили стреляйте а мы отсидимся а потом сделаем шаг то есть это большая игра вот какой-то дети и животные 16 часов назад первичная информация не лги то есть я сказал что первичная энергия а дети и животные говорят что первичная информация но информация друзья мои это тоже энергия понимаете то есть вот вот это поэтому энергия это действительно всегда первично все все делается из этого поэтому информация вы можете энергию называть информацией можете ее называть там столом и стулом но это не изменяет факторов и и так что дети и животные хорошие видно гражданина хорошая гражданина ну со своим мнением я не возражаю поэтому и не говорю и эти животные первичной энергии сама не лги нет пожалуйста хочешь считать тогда так сергей семочкин сущность во мне борется со всеми негативами стране а здоровье ушло лет 20 не знаю что делать подскажи меня что меня жрет ну друзья мои если вы не можете избавиться от сущностей ну ну нам нужны энергетические практики вот нужны вот как как не крути чтобы понять что это и как даже ну вот другого выхода нету вот ко мне обращаются очень много людей вот с этими сущностями и ну получается получается выгнать получается избавиться люди испытывают облегчение поэтому вот так на словах нельзя сказать если сами не можете ну обратите обратитесь запишитесь на консультацию посмотрим тут все индивидуально у каждого не факт что у вас сущность может быть это что-то другое так сергей николаев вы правы многим надо под затыльники мне тоже хи-хи-хи ну друзья мои знаете ну я же не погонял а я люблю свободу свободу и уважаю чужое мнение и чужую чужую эту и подгонять кого-то но это вообще не мое и то что я вам говорю там пендель какой-то под затыльник но даже вот скребя сердце это эти слова говорю поэтому старайтесь сами так мои соседи смеются и поют а я узнала что с карантина не выпустят пока всех него к ценирует думают портит ли им на стране или пусть поют пусть поют ука для каждого знание приходит свой час хотя если может быть вы такой оракул и скажите им хорош петь триндец нам всем когда испортите настроение как знаете на титанике оркестр вроде как играл почти до самого конца и уходя в бездну все равно играл так хорошая такая картина ну что стоит может быть играть стоит веселиться в последний день а может быть и нет так татьяна спрашивает мистик добрый вечер как держать руки при медитации успехов на разные позиции надо чувствовать бывает там нужно какие-то мудры делать бывает бывает просто лежать ладонями вверх для удобства к примеру если вы дышите руками представляете потоки бывает можно лучше сложить вот так вот как бы ну то это это надо для разных ситуаций их по-разному чувствовать что вы когда дело не в руках просто их может быть замкнуть и когда вы что-то такое пытаетесь куда-то уйти переместиться энергию погонять руки не задействованы тогда просто чтобы они вас не отвлекали какие-то простые не не каких-то там сложные сложные мудры складывать а просто сложить их чтобы они были расслаблены на вот видите много сообщений сыпется даже даже сейчас так ненависть это плохо всю жизнь живу с любовью к христу но сейчас надо ударить видите вот любовь любовью но любовь так христу а вот эти мерзавцы то это вы скажете тоже в них дух и еще что-то и все всех мы должны любить любовь любовью но кому-то надо бы и врезать с любовью с любовью можно тоже башку снести так без этого так так это не вопрос так елена матвеева вопрос существует ли в горах тибета саркофаги для пополнения энергии в астральном теле или это только мои видения надеюсь получить от вас ответ с бар с благодарностью а и то есть видение ну видимо вы посещаете может быть в астральном теле тибет и видите эти саркофаги и видимо энергии вы там не пополнились вы просто поняли что это саркофаги для пополнения энергии но опасались туда залезть иначе бы вопроса бы не было то есть там там есть саркофаги вы пришли в астральном теле легли туда подзарядились и нормально вы вернулись назад или вы думаете что это видение видения бывают до видения но все видения тоже не случайно то есть это степень вовлеченности вашей бывает вы астральный выход чувствуете вообще там на сто процентов а бывает процентов на 20 и тогда все немножко смазано то есть но все равно ваше астральное тело работает просто not мощность недостаточно а что в местах силы есть всякие артефакты и можно их посещать не только тибет но и разные места то есть если у вас к примеру нету здоровья для поездки куда-то нету средств для для осуществления каких-то паломничество то вы вполне можете в медитациях перемещаться туда мысленно если вы умеете делать астральные выходы мы можете посещать эти места в астральном теле и тоже получать достаточные мистические опыты поэтому хорошая практика не не надо от нее отказываться и все сваливать на фантазии опять же о том же состоянии что дух должен быть управлять разумом а у вас получается разум все время говорит было не было было не было и вот на это тратится уйма энергии которую видимо тяжело пополнить в этих саркофагах ну знаете я бы все таки вот не совался ни в какие саркофаги но вот так вот если у вас нету чуть я что это энергия вам близко и там можно спокойно подзарядиться они не попадете куда-нибудь под подчинить влияние или не задолжаете крепко не надо вот так спешить если у вас чувство своего нету что надо или вам достаточно авторитетный человек не скажет что это безопасно я это пробовал и тебе это будет полезно но в случае если вы реально доверяете этому человеку или существу так Люда Максименко люблю смотреть ваши видео спасибо большое хочу спросить эволюция бесов идет к ангелам или у них другой удел удел другой ну знаете и и и бесы в общем-то могут эволюционировать могут не всегда это происходит не всегда это прямо вот так потому что можно сидеть долго в разных местах и там и сям но вы же знаете что и ангелы падали вниз и бесы поднимались то есть процесс этот идет энергии не статично и все это все это движется поэтому удел любого существа это развитие как бесов так и ангелов бывает конечно развитие деструктивно и но все может поменяться и под воздействием энергетики и божественных каких-то сил даже бесы могут стать ангелами так вот александра сударикова добрый вечер мистик спасибо было интересно глаза всех интересует главная душа человека я недавно вас смотрю тебя не посмотреть и услышать занималась родовой практикой видела женщину она показала ногу на ней рано что-то желтое просила помочь сказала ты можешь сон был такой как ей помочь как найти сестру двойняшку мою родную ее мать забрала меня в детский дом стопа чувствую только поняла что вы помогаете поняла что вы помогаете это важно большое спасибо но ведь вы занимались родовой в практике у вас как я понимаю это род дает вот эти видения так часто бывает когда надо ни один раз заниматься потому что дело длинное и заниматься осторожно и погружаться все глубже получает различные откровения рот начинает вас поддерживать возьми возможно по роду были вот эти эти изменения такие ведь какая-то повреждение надо смотреть видите женщина нога может быть это связано вот с вашей сестрой возможно что вас разлучили и вот этот вот все время тяготит или в роду вот какой то есть есть вот это вот ир как женщине помочь еще раз надо медитировать смотреть и спрашивать вот прямо говорит ну непонятно как помочь может быть просто идти вот если женщина вот по левому корню идти с запросом туда вот именно увидеть вот эту женщину и попробовать промыть убрать вот это вот встретите и убрать там рукой своей энергией попробовать изменить что-то тут сложно вот так найти потому что все индивидуально но хорошо что у вас начало получаться и это действительно хорошо так тут какие-то до западный шаман но это не вопрос значит роза мимоза спрашивает добрый вечер мастер вопрос расскажите пожалуйста про намерение как его сконцентрировать понимаю а куда его направить бесконечность наверх или бесконечность вниз ох обязательно вам надо в бесконечности направлять намерение это ну как бы желание то есть это глубже желание то есть у вас есть какое-то какое-то желание может быть простой житийская но под ним надо медитировать и от желания переходить глубже понять где его корень вот этот корень это и есть намерение а чтобы его резал реализовать нужно какая-то энергетика то есть зависит от того какое-то и желание и какие цвета должны быть то есть вот к примеру по чакрам какие цвета может быть желание приземленные какие-нибудь там оранжевые цвета желтые цвета или красные тогда может быть не надо его направлять вниз надо его ну как бы сформировать и отпустить а вселенная уже будет будет из этого формировать как у какие-то обстоятельства просто сформировали и и оставили но это намерение есть уже вот есть все время тинь тинь как радиоприемник так пи 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 знаете вот бывали там раньше такие . тире но не сос а вот именно запрос запросу он все время идет то есть вы намерение задели чем глубже вы от желанием там желание редко выполняется намерение выполняется почти всегда тем более если они не противоречат законам вселенной то есть не надо бесконечность вверх и бесконечность вниз просто отпускайте вот эти цвета и они уже найдут туда куда им пойти чтобы отовсюду взять энергию и сформировать вот этот вот структуру этого желания так ну вот ирина синич знаю лично человека мага который в прошлой жизни работал в нр б а в этой жизни родился в еврейской семье на себе хорошо почувствовала отношений и на себе хорошо почувствовала отношение к евреям очень часто так бывает действительно я вам уже говорил что если человек арияна там такой националист прямо вот жгучий и как ненавидит какой-то народ то его он специально для него сделают так чтобы он ради переродился не где-нибудь в своем роду а именно в той нации которую ненавидел и часто так бывает что он и там становится националистом и ненавидит уже вот противоположную нацию это вот ну очень часто действительно случается не всегда но часто так но тут вадим судится на тоже вот этот наш старенький мальчуган такой все время какие-то неприятности вот он прям привязался к шаману сам начну давайте я прочитаю потому что ну что ж надо знать своих героев наконец-то смотрели честные люди последние видео на канале прикол иванович как шарлатан габашев трахается с грабителем ростоке на грязные слова друзья мои вот вам и разрекламируем спаситель россии ну сами понимаете наверное то есть не наверное это клевета абсолютная потому что после вот не знаю не смотрел я прикол ивановича знаю что человек конечно в чем-то прикольный но такой как бы злобный клоун знаете вот как фильме она вот такое у меня отношение энергетическое что вроде он там весело частушки поет но такой гниловатый я бы сказал дедуля гниловатый просто ну шо ж и и как говорится и гниль должна быть видео на канале приход прикол ивановича это скорее всего это это ложь я не смотрел не смотрю канал прикол ивановича но ложь ложь поэтому что говорить вадим судицын пытайтесь все все замазать замазать грязью надо конечно зайти к вам на канал и посмотреть кто кто вы такой-то вот что это за глазки то такие бесстыжие сказал но на самом деле если вы лжете то надо надо его пустить на корм вообще правда друзья мои ну чё при чё ты привязался к шаману вадик ну такие слова какие-то ну видимо у вас тоже вот проблема вот с эти с этой какой-то половой сферы видимо у вас какая-то тоже я бы сказал пидористии потому что все время что-то какая-то вот тематика такая относящаяся вот какому-то там неестественным сексуальным проявлением обычно вот эти люди об этом и говорят то есть вот вот так энергетически его я я вот смотрю чувствую что что здесь вот какая-то такая энергетика какого-то маньяка то есть нехорошая если вот дядя миша это все-таки там чувствуется душа и если такой вот ну в чем-то страдание чувствуется живое что-то то здесь вот вот просто даже я смотрю энергетика просто вот не не могилы даже а вот вот такой вот такой дри ноты то есть это это вот ну на самом деле похоже что сейчас он еще слава богу вот эти свои вот выпускает просто вот какие-то грязные слова говорит а на деле очень недалеко ему до до того чтобы идти там я не знаю там не дай бог детишек жрать тоже такой так что вадимка давай останавливайся иначе все на корм пойдешь запросто так поделитесь пожалуйста обрядом против охотников умеет тоже надо их прогнать но вот как раз тема нашу что обряды ритуалы заклинания ну надо энергетику свою повысить тогда и нужны они вам будут а иначе смысла не имеет вот в этом бубните что-нибудь любые там не знаю косты разжигайте там какие-нибудь таро вы туда сыпьте пляшите обращайтесь к божествам но результат будет ну явно не стопроцентный в любой какой-то в любой магии должно исполняться все иначе теряется вера в вас в ваши силы поэтому не торопитесь с обрядами работайте с энергетикой прокачивайте тогда у вас появится это знание когда нужно потому что вы будете работать не обрядами не заклинаниями не какой-то чужой энергии а энергии своей а тогда у вас будет твердой уверенности вы будете будете работать так тоже 54 минуты сумели ответить на все бесконечные вселенные вопрос посоветуюсь пожалуйста технику для оказывания влияния на результат события в частности на результат сессии вузе последний экзамен длился 12 часов иногда оценки случайным образом ставится знание вообще не оцениваются есть подозрение что преподаватель питается энергии страха и переживания студентов выражая вам сердечную признательность и благодарность всех благ но скорее всего вот вы пишите вы человек чувствительный как я понимаю потому что много вопросов задаете интересных скорее всего вы правы что преподаватель питается вот этим вот этой энергии страха специально провоцирует специально вот действительно ставит каким-то любимчиком то есть у вас схема не появляется когда вот такое чувство что понимаете я не знаю поэтому не ставит 2 когда преподаватель вот это вот колышется то есть кому-то поставит а кому-то и нет то знание в принципе не важны то значит преподаватель действительно такой вампирионыш и питается этой энергии может быть неосознанно может быть и осознанно вполне надо вот для этого надо надо тренироваться учиться уметь не только у себя поднимать энергетику умеете у себя работать сумеете у преподавателя вот этот вампирский интерес можете погасить поднять примеру осознание до высоких центров если он вампир значит он питается вот энергии страха на нижних там первые первые две три чакры скорее всего 2 и надо просто его сознание выдернуть к примеру вот в сердечный центр тогда у него будет душевность и хотя бы во время вашего экзамена подержать ее там просто своим намерением для этого надо у себя уметь поднимать и у него в какой-то момент может быть там перекрыть его и вот какие-то чакры поставить там блоки ну если вы видите что человек деструктивность чтобы как бы ему было не до вас обрезать ему подключить к примеру к земле и и осознанию чтобы его так начала поштармливать ему лишь бы вот на экзамене чтобы отстали все и поставить оценки но надо экспериментировать для этого надо работать с энергетикой так с малого влияния так птички красиво поют так энергия благодарю песню красивая ну вот тут видите вопрос крапива жгучая вопрос мистик скажите пожалуйста если где внимание там энергии не отдаем ли мы слишком много энергии тем о ком много говорим политиканам всяким может им это и надо ну вы правы часто это бывает так даже на негативе как бы человек зарабатывает себе вот это вот очки многие специально как-то деструктивно себя ведут вызывающие это вызывает негатив они этим питаются бывает это и у политиков и у звезд всяких поэтому на эти бывают какие-то поступки думаешь ну нормально человек такой не может сделать а тут вроде какой-то известный человек начинает вот артиста бывает какие-то такие совсем дикие вещи делать все равно и мод на известность на на пиар это работает поэтому для этого вот существует магическая такая техника как бы контролируемая глупость то есть вы с одной стороны вы искренне нормально участвуйте работать а с другой стороны энергию свою не отдаете вот в этом в этом смысл то что вы вроде можете возмущаться гневаться но вы понимаете в чем-то что эта игра и энергию свою не выкидывать а выглядит вполне искренне и в принципе вы искренне делаете но паразитом энергию не отдаете а так вот а эффект есть то есть вы не можете им как говорится по башке накернить но энергии не потерять то есть не дать им то что нужно а указать им на то что они мерзавцы так михаил ландышев здравствуйте вы для меня друг очень приятно вопрос самостоятельно практикуя разное без конкретных учителей можно эффект эффективно расти да можно можно осторожно вот именно сочетая со своей душой понимать не влезать куда-то пробуйте вот нравится вам практика поработайте нравится из другой поработайте ну вот осваивайте постепенно можно имея вот учителя дал могут быть не только вот какие-то вот персонально вот ваш учитель все именно ждут что что придет какой-то старец бородой и все вам скажет а вы только сидите и и все типа делать ничего не надо а знание процесс поиска поэтому к вам приходит какая-то информация это тоже учитель главное вам уметь сортировать и понять что что для вас нужно полезно что нет вот это чувство надо надо понимать и чувствовать действительно не просто но вполне вполне можно это и добиться колоссальных результатов так что пробуйте друг мой нравится мне ваш этот такой подход поэтому пробуйте так так вопрос светик семицветик мистик благодарю вас за знание которым делитесь с нами смотрю вас почти самого основания вашего первого канала его приятно подскажите когда делаю медитацию сила рода то левая нога до колена не имеет как бы покалывает а в правой ноге по стопне прям пульсация ощущается что это означает но найти энергия должна идти ровно вообще по-хорошему ну прямо ровный хороший вот это теплый даже горячий поток если вот какие-то не имеет то возможно что то есть какие-то перекрытия какие-то блоки стоят вот значит левая нога это женская энергия то есть материнский рот правая мужская но она немножко разные эти энергии и чувствуется они чуть по-разному но для чувствительного человека но не очень нормально вот то что не имеет и покалывает это такие нехорошие признаки значит есть какие-то блоки надо пробовать еще может быть как-то про прокачивать пробивать просто энерго дыхание вот как вот без без рода у вас действует и и чтобы понять если простое энергия дыхание там восходящий нисходящий поток работает и дает тепло а вот сила рода дает вот это не менее какое-то не очень хорошее ощущение значит проблема в роду возможно всякое может быть ну сами понимаете столько людей столько могли быть и всякие проклятие все что угодно страшного в этом нету можно попробовать проработать и это прочистить ну человек вы чувствительны видите и смотрите мой канал самого начала очень благодарен вам за такое внимание и я бы сказал верность потому что я бы наверно не выдержал уже я бы сказал сколько ну вот сейчас год потому что где-то я когда в апреле в конце апреля начал вести этот канал сейчас чуть больше года поэтому блокируйте их в чем проблема тролли он имеет ввиду но я вам уже объяснил что тролли мне нужны как корм поэтому друзья мои я их берегу их не так много вот попался сейчас этот вадим судицын хорошо пусть он никуда не убегает не уходит мы его съедим и как говорится этот навоз используем в благое дело вот может быть это накопить чуть-чуть и силенок вот этого деструктива и вот этого билла гейтса попробовать ему как говорится это что-нибудь ну не знаю наверно много таких судицыных надо набрать хотя у судицын да я говорю энергия такая жестко плохая поэтому в этом плане хорошо так наталья коня в мистик здравия как закрыть для проверяющих свою страницу в ок и пароль не помогают ходит как у себя по нескольку раз день ну друзья мои я не программист я сам как говорится в этом в этом не очень поэтому стараюсь и сам ник никуда особенно не лезть поэтому извините не знаю как закрыть видите ходит плохо неприятно что ходит так людмила берегова скажите пожалуйста в какое время вы выходите в эфир друзья мои уже час сумею за один присест или 4 2 придется обычно у нас были эфиры по вторникам в 7 7 по москве и по субботам тоже в 7 но сейчас вот связи с этой самоизоляции разные там факторы какие-то и слишком много ко мне обращение я часто работаю вот с людьми по видеосвязи а это отнимает достаточно много времени на каждого человека уходит там часа по два а то и больше и не невозможно всем отказать у меня там помощница везде ведет график какой-то там распределяет бывает какое-то срочное попадает обращение на это поэтому сейчас вот пока не устоялось не неизвестная видите прошлый вот этот прямой эфир на которые вопросы отвечаю я его сделал вообще спонтанно думаю ну завтра неизвестно как получится не получится а тут собирался еще эти проделать такой обряд может сказать ритуал в лесу и решил перед этим думаю ну дай-ка вот полчасика все равно получилось на час завис чтобы поговорить с людьми ну вот видите так ва по вопрос здравствуйте уважаемый мистик хотелось бы узнать ваше мнение об одновременном соединение нисходящего исходящего потока в области анахаты возможно ли такой ли это сбой энергетики по ощущениям происходит взрыв выжигающий все вокруг спасибо ну да вы наверное все таки как-то мешаете не очень грамотно во первых но все-таки восходящий нисходящий они проходят как бы это разные вибрации и вы если вы тем более гоняете их вдох восходящий выдох нисходящий лучше тогда дыханием отрегулируйте чтобы они не встречались не надо взрывов не надо взрывов не надо можно регулировать там ну насколько вот вас в анахате к примеру в сердечном центре возможно там какой-то блок стоит поэтому у вас такое вот ощущение может там какая-то плотина там что-то такое постороннее и вот это вот происходит такой какой-то негативным вопрос ну а поосторожней просто постарайтесь все-таки медитация больше расслабление не надо взрывов постарайтесь попробовать почувствовать нету ли каких-то действительно посторонних вещей каких-то блоков которые вот создают такой эффект вот этой плотины и взрыва и вот осторожненько тут на надо вот просто по факту смотреть потому что так вот советов в таком плане опасно давать чтобы у вас не не разорвало не дай бог так оксана кочубей тут насчет насчет моих глаз все хорошо спасибо хорошие слова говорит но слишком большой текст не буду вам читать считает что все таки в моих глазах друзья мои есть от близки адских костров но оксане это нравится поэтому она считает это некоторый в чем-то каждый каждый видит по-своему есть костры да я бывало смотрел на эти костры о чем не посмотреть в конце концов и какая-то часть осталась вниз в не во мне так почему мешает музыка ответе музыка все друзья мои завязываем с музыкой хватит слишком много возмущений тем более у нас же не музыкальный канал поэтому что что ну я бывает вот слушаю я не часто слушаю музыку но бывают какие-то песни душевные меня немножко ну как бы мою душу так